В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! Я гражданин России. В день Конституции Российской Федерации в выставочном зале «Выборг. Город воинской славы» по традиции прошла церемония вручения паспортов выборжцам, достигшим 14-летнего возраста. Поздравить юных земляков с праздником пришли руководители местной власти. Заместители главы администрации Николай Шишкин и Андрей Голобородько отметили, что наряду с правами молодые люди отныне будут иметь и обязанности, от выполнения которых в конечном итоге зависит их будущее. Они пожелали виновникам торжества гордо нести по жизни звание гражданина великой страны. Тем, кто получил в этот день главный документ, удостоверяющий личность, вручали в подарок обложку для паспорта и Конституцию Российской Федерации. Завершилась церемония торжественной клятвой гражданина России. Уважать права и свободы гражданина Российской Федерации! Клянусь! Быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции! Клянусь! Юных граждан России с гордостью поздравляли самые близкие люди – родители, бабушки и дедушки, сестры и братья. А почетные гости вспомнили день, когда сами впервые получали паспорт. Практически это перед глазами. Правда, было это очень много лет назад. И тогда торжественное вручение проходило в доме музея имени Владимира Ленина на улице Рубежной. Волнение почему-то было. Про гордость не помню, волнение точно было. Что волновался, не знаю. Но все записи есть в паспорте. Все то, что надо. Все хорошие. Это был 1986 год. Получается, 16 лет мы паспорт получали. Это было очень торжественно. Это было отделение милиции тогда, да? В Симферополе. Нас всех собрали, нас всех поздравляли. Действительно, это было очень волнительно и как-то очень запоминающе. До сих пор помнишь, как ты эту красную книжицу ощущался гражданином великой страны. И был очень горд за то, что у нас такое событие в жизни произошло. В этот же день на Красной площади в Выборге Совет молодежи и волонтеры подросткового молодежного клуба «Апельсин» провели интерактивное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею принятия Конституции Российской Федерации. Каждый желающий мог ответить на несколько вопросов, проверив свои знания о государственном празднике и получить за это брошюру с текстом Конституции. Стоит отметить, что выборщцы достаточно активно выразили свою гражданскую позицию, участвуя в акции волонтеров. Что делать, если на территории школы обнаружен подозрительный предмет? Сегодня в Выборге в теории и на практике разбирали порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации. На базе школы номер 14 прошел семинар по антитеррористической защищенности. В России в последние годы увеличилось количество внештатных ситуаций в образовательных учреждениях. В Выборгском районе пока спокойно. Сохранить положение дел можно только совместными усилиями силовых структур, органов местного самоуправления, руководителей и педагогов образовательных учреждений и граждан. Однако вероятность возникновения чрезвычайной ситуации не исключена. Поэтому требуется систематическая отработка действий. В образовательных учреждениях осуществляется пропускной режим, имеется система видеонаблюдения. По периметру территории практически все наши учебные и дошкольные заведения имеют ограждения. Все образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта имеют паспорта антитеррористической защищенности. Участники семинара обсудили алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации. Куда звонить в первую очередь, как начать и провести эвакуацию. От теории перешли к практике. По легенде, в здании школы обнаружено взрывное устройство. За считанные минуты из здания вышли все, кто там находился. Когда люди покинули опасную зону, к работе приступили силовики со служебными собаками. Подозрительный предмет накрыли локализатором взрыва, обследовали помещение школы. В целом, по мнению представителей Управления безопасности, тренировка прошла успешно. Достаточно слаженно, самое главное, без паники вышли на улицу, построились. Был осуществлен подсчет личного состава. Доклад директору школы и директор доложил уже конечную информацию руководителю, представителю ОМВД России по Выборгскому району. Полагаю, что цели и задачи сегодняшнего семинара нами достигнуты. Дети не боятся создавшейся ситуации, поскольку данные мероприятия мы проводим на территории Выборгского района, в образовательных учреждениях культуры и спорта с 2011 года. Тренировки по обеспечению антитеррористической безопасности в течение учебного года пройдут во всех школах Выборгского района. Выборгские кадеты прошли тропой Константина Шестакова. Экскурсия, посвященная памяти героя Советского Союза для будущих полицейских, началась с выставочного зала «Выборг. Город воинской славы». Ребятам рассказали об истории Выборга, об уникальных экспонатах, найденных в ходе поисковых операций, и о людях, чьи имена навечно вписаны в биографию страны. Школьники узнали о подвиге рядового Константина Шестакова, который в июне 1944 года в ходе Выборгской наступательной операции захватил огневую точку противника и вывел из строя около 50 солдат и офицеров. Тяжело раненый вел бой до последнего патрона и погиб смертью храбрых. Память о его подвиге увековечили в военно-патриотическом маршруте «Тропой героя». В городе Выборге существует более 10 мест, связанных с Константином Шестакова. Это и где совершил подвиг, и где захоронен, и улица Константина Шестакова, и мемориальная доска Константина Шестакова, а также памятное место, где стоял памятник Константину Шестакова, а также воинская часть соединения, где он служил. Это в настоящее время 138-я отдельная мотострелковая бригада. Сегодня о подвиге молодого бойца рассказывают не только школьникам. Тропой героя проходят ветераны, кадровые военные, солдаты срочной службы. Всего в этом году было организовано более 30 экскурсий. В следующем пройдут памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Выборга и подвигу Константина Шестакова. Наша общественная организация планирует ряд мероприятий, которые начнутся с 27 января следующего года. Это будет 75 лет полного освобождения Ленинграда. И, соответственно, начиная с этой даты, пойдут дальше мероприятия, вплоть до 2 июля, когда был открыт памятник, и 27 июня, когда был совершен этот подвиг. Готовится к выпуску медаль Константина Шестакова и ряд мероприятий, встреча с родственниками Константина Шестакова. Год туризма сыграл свою роль. Ленинградская область становится все более популярной для туристического потока. Правительство региона провело большую работу по учету гостей и теперь может уверенно говорить о продолжении развития в этом направлении после окончания тематического периода. Подготовили планы на ближайшие 5 лет, с развитием на последующие 5 лет. Сколько же посетило туристов в Ленинградской области? Мы побили все свои же ожидаемые рекорды. 3 миллиона туристов посетила Ленинградская область. Рост на 50% к уровню 2017 года. Это как раз так называемый учетный турист, тот турист, который пришел к нам и потратил деньги в Ленинградской области, то есть посетил туристический объект. На сегодня Ленинградская область – лидер России по событийному туризму, за что удостоилась нескольких премий. В результате всех мероприятий туристическое дело в регионе получило развитие и даже малый бизнес проявил себя в этой сфере. У нас стали строиться гостиницы, у нас стали открываться новые рестораны, кемпинги. У нас активно малый бизнес пошел в туризм. И я думаю, что цифра 3 миллиона – это такой не предел, это начало большого пути. Наступающий год определен в области годом здорового образа жизни, а ответственным за его проведение назначен зампредседателя правительства Дмитрий Ялов, поскольку по представлению губернатора он близок к пониманию темы. Во-первых, это все-таки спорт. Совсем без спорта здоровый образ жизни я как-то себе не мыслю. Два раза в неделю занимаюсь в тренажерном зале, он только осторожно, с умом, чтобы не навредить себе. И два-три раза в неделю я занимаюсь бегом и беговыми лыжами. Достаточно демократичные виды спорта, но они позволяют чувствовать себя в тонусе. Я чувствую себя лет на пять моложе, я чувствую себя энергичным. Но кроме личных качеств Дмитрий Ялов проявил актуальную инициативу и первым принес несколько предложений по продвижению здорового образа жизни в народ. Самое главное, он первый, кто под ЗОЖ, принес несколько проектов. Причем проекты, которые не требуют больших инвестиций. Первый проект – это так называемые туристические тропы или тропы для активных людей. Это создать в Ленинградской области маршруты. Это не такие большие деньги, это не надо их делать специально. То есть просчитать, нанести на карту туристические маршруты пешие, туристические маршруты для велосипедистов. Второй он принес проект – это проект «Беги». Значит, это проект, связанный с тем, чтобы создать в Ленинградской области несколько точек для массового занятия бегом. ЗОЖ – это и здоровое материнство, и занятие спортом, и медицинское обслуживание, и отказ от вредных привычек, и экология, и качественное питание. Поэтому Александр Дрозденко и Дмитрий Ялов пришли к выводу, что тематика года не должна отрываться от деятельности всех комитетов правительства. Нам же остается быть готовыми к переменам в образе жизни. Если вы начнете обращать внимание на то, как вы себя чувствуете, что вы едите, что вы пьете и как занимаетесь спортом, то вы ощутите результаты буквально через несколько месяцев. Но эти несколько месяцев надо потерпеть. Ветер перемен подул в Выборге и принес начинающим поэтам и прозаикам многочисленные награды и признания старших наставников. В библиотеке Алвара Алта подвели итоги детско-юношеского литературного конкурса. В 2015-м – в год литературы в России. Его совместно учредили библиотека и творческое объединение «Серебряная нить» в память о выборском писателе-фантасте, историке-краеведе Александре Хлебникове. В этом году на суд жюри, в состав которого вошли преподаватели, литераторы, журналисты, поступило более 70 работ. Оценивали в трех возрастных группах по четырем номинациям о природе, родном городе, любви и произведении на свободную тему. Членов жюри тронули сказки, написанные самыми маленькими, и поэтические строки о прекрасном чувстве от подростков. Многие участвовали в конкурсе не в первый раз и показали рост мастерства. Слово – трудноподатливый материал для творчества. Трудноподатливый, действительно. Конкурс «Ветер перемен» наконец-то вышел за рамки Выборгского района. Своё творчество представила школьница из Санкт-Петербурга. Анна Щемилёва заняла второе место со стихотворением о любви и первое в свободной номинации. «Крути, не крути, но хоть чуточку мы с вами связаны невидимыми канатами. И как бы часто не горели избы с хатами от пожаров, наши чувства сгорят быстрее. Скорее позовите санитаров, тут человеку плохо. Недостаток понимания, искренности и общения. Прорубь нашего, а может быть и будущего поколения». «Иногда что-то снится, иногда ты просто разговариваешь с человеком и понимаешь, что да, вот эта фраза где-то должна быть в моём стихотворении или в прозе, и вставляешь её туда поудобнее. Я обучаюсь в литературном клубе Дерзания Ничкового дворца и сердечно благодарю всех его руководителей за то, что они помогают мне идти по моей лестнице творчества». Члены жюри назвали победителей сами и дали возможность интернет-аудитории выбрать своего фаворита. По итогам народного голосования с 45% голосов победил фантастический роман Максима Гуцу «Ночной волк». «Он описывает постапокалиптическое будущее, каким его вижу я, и противостояние добра и зла в виде… Добро – это Александр Джозеф Пирс, главный герой, а зло – это злая аргоплодическая раса Нагиряне. Война длилась 25 лет, и, честно, подустали все персонажи. Книга состоит из трех частей в общей сложности 27 глав. Это был мой первый опыт в подобной работе, а потолкнуло меня то, что все детство смотрело фантастику «Звездные войны», «Железного человека» очень обожаю. В следующем году конкурс «Ветер перемен» вновь пройдет в Выборге. Организаторы надеются, что в нем примет участие еще больше талантливых молодых авторов. Конкурс уже вышел за рамки Выборга и Выборгского района и, возможно, станет региональным даже в следующем году. Возможно, мы дадим рекламу, пригласим участвовать детей из Ленинградской области в этом конкурсе и расширим его рамки. К слову, сейчас в социальных сетях библиотеки Алвора-Алта завершается викторина, посвященная грядущим новогодним праздникам. Патриарх Выборгского филиала Санкт-Петербургского Государственного университета гражданской авиации – так называет Юрия Глазкова коллеги и выпускники. На днях исполнилось ровно 50 лет с тех пор, как он начал преподавать в этом учебном заведении. На отделении авиации и радиоэлектронного оборудования нет ни единого предмета, который бы не вел Юрий Федорович. Впервые с самолетами он заочно познакомился еще в четырехлетнем возрасте. Шел 1941 год. Семья Глазковых тогда жила неподалеку от города Гатчины. Маленький Юра забрался на крышу двухэтажного дома. Глазковых эвакуировали в Казахстан, а в 1944 году они переехали в Выборг. После школы Юрий поступил в Ленинградский техникум авиационного приборостроения. Затем была служба в армии и новая ступень в образовании – Ленинградский институт авиационного приборостроения. По его окончании молодой инженер-электромеханик устроился конструктором на Выборгский приборостроительный завод. Одно из его изобретений в 1967 году отправили на международную выставку в Лейпциг. Автора премировали. Скорее всего, Юрий Федорович достиг бы и новых высот, трудясь на предприятии, но его пригласили преподавать в училище гражданской авиации. И Глазков окунулся в новую для себя профессию. Начал изучать АН-2, МИ-4, КА-26. Я еще дальше МИ-2 изучил, МИ-8Т, МИ-8МТ, МИ-8МТВ. Все сам, нигде не учат. Вот такой специальности преподавателя электрооборудования, приборов, все сами. Понимаете? Ну, ездил на завод на 21-й, в Минводы летал. Кстати, там набрал пять ящиков старых приборов, списанных с вертолета, выключателей, переключателей. Мне помогли багажом отправить сюда в Выборг. И мы собирали сами стенд. На протяжении всех 50 лет преподавательской деятельности Юрий Федорович от каждого курсанта добивается того, чтобы он знал его предметы в совершенстве. Слишком уж дорого может стоить ошибка, допущенная специалистам по авиаоборудованию. Поэтому оценку удовлетворительно, Глазков не ставит никогда и никому. Пять ставится за два подхода, понятно. Со второго подхода пять. От третьего до девяносто девятого тройка. Не тройка, четверка. Поэтому тройка нет. Я тройка вообще не ставлю. Вот стенд. Вы включаете противопожарную систему, один АЗС не включили, вертолет горит. Все. Она не сработает, система. Тут не может по-другому быть. Что-то не включил, уже два балла. Несмотря на требовательность Юрия Федоровича, ученики на него не в обиде. Недавно в выборском филиале Петербургского университета гражданской авиации состоялась встреча выпускников. Со всей России приехали специалисты, окончившие учебное заведение 30-40 лет назад. Один из них расцеловал Глазкова и рассказал о случае, который с ним произошел. Летели на Сахалин, на Ми-8, вертолет Ми-8. Летели не очень высоко над этим морем. Отказал один двигатель, отказал второй. Вертолет начал терять высоту. Один пилот сидит, рот открыл, не знаю, что делать. И второй. А он, а я вспомню, как вы нас гоняли по стенду. Мы же по живому стенду гоняли, как на вертолете. Я, говорит, одного столкнула на другую, второго. Источник проверил, АЗС проверил, все АЗС посмотрел, переключатели, все, бах, запустил левый двигатель. Пошел, а, левый запустил, включил генератор, от него второй двигатель запустил. Прилетели 16 человек, два пилота и он 19. Вот вам и он механик, он не АРЛ, не ресурсник, который вот должен этим заниматься, вы понимаете? Учебный материал Юрий Федорович дает по памяти, без конспектов. Несчадно борется со шпаргалками. Настоящий преподаватель должен быть еще и артистом, чтобы заинтересовать ученика, считает Глазков. Поэтому на его занятиях скучно не бывает, говорят курсанты. С ними солидарен и один из выпускников учебного заведения, а ныне его преподаватель Андрей Ерофеев. Если вспоминать такую вещь, как сдача противопожарной системы, то там есть норматив, нужно уложиться во времени в те или иные физические действия на имитаторе кабины пилота. В пресловутые 6-9 секунд. Поэтому, когда он начинает имитировать звуковой сигнал и вообще давить на нервы, потому что аварийная ситуация, это же стресс должен быть, тренировка стресса. Он начинает стучать, например, почему-нибудь. Может ногой потопать, если кулаком стучать неудобно. Ну, а дальше иногда включает юмор отвлекающий. Типа ботинки горят, подошвы горят, носки горят, штаны горят, ну и так далее. Не успел – сгорел. Весело. Ну, с одной стороны весело, с другой стороны грустно. Но зато складывается все в памяти. Хорошо. В 47 лет трудится в одном учебном заведении с Юрием Глазковым Борис Майстренок, преподаватель технической эксплуатации вертолетов. О более опытном коллеге он отзывается не только как об уникальном высококлассном специалисте. Юрий Федорович – еще и отменный рыбак, душа любой компании, говорит Борис Александрович. Это очень замечательный человек. Он душевный, он требовательный преподаватель, высококлассный. Он учит курсантов и требует с них знаний, потому что он делает из них настоящих авиаторов. Ему равных нет. Юрий Глазков имеет разряды по 13 видам спорта, является приверженцем здорового образа жизни, а еще пишет стихи и музыку, издал даже несколько сборников. Нет изюминки в жизни без друга. Самый близкий он человек. В жизни друг – это ваша опора. В жизни друг – это больше, чем брат. Берегите друзья вы друг друга. Не жалейте для друга себя. Сегодня трудно поверить, что Юрий Федорович когда-то делал попытку поступить в хореографическое училище, не подошел по возрасту, но он не отчаялся и занимался танцами в свободное время для души. Без этого удивительного и разностороннего человека невозможно представить филиал Петербургского университета гражданской авиации. А он, кажется, и не собирается покидать эти стены. Я с удовольствием иду домой, но с большим удовольствием иду на работу. Я счастливый человек. Это говорили так. В следующем году учебному заведению, ставшему для Юрия Глазкова вторым домом, исполнится 70 лет. Зимние пейзажи, красота морозного утра, блеск летящих снежинок. В библиотеке «Киноспортивная» открылась выставка «Снежная сказка зимы». Своё творчество представили начинающие и уже известные художники из Выборга, Светогорска и Санкт-Петербурга. Городские пейзажи передают величественную атмосферу северной столицы и таинственность Выборга. Деревенские отражают спокойствие зимней природы. Художники рассказали о том, что их вдохновило на создание этих работ. С вечера была такая тусклая, слякотная погода, шел какой-то снег, был ветер, был сумрачный. И вдруг утром встаешь, тишина, выглядываешь в окно. И вот захотелось написать разные возможности и масла, и акварели. Потому что масло мы можем положить пастозно, показать фактуру иния в зимних таких вещах. А акварель она более мягкая, там какие-то атмосферные такие явления, в ней легче показывать. Близка живописцам и новогодняя тема. Художнику Ольге Копейной удалось передать в своей работе особое праздничное настроение. Эта картина была сделана во время пленера в усадьбе Марьино. В январе был очень сильный мороз, там 28,5 градусов, и выезжало много художников. Кто-то самые смелые писали на улице, а часть, так как было очень холодно, писали в интерьерах. И интерьеры усадьбы были очень красиво украшены. Большая часть экспозиции – картины петербургских художников. Они любят Выборг, с удовольствием приезжают, пишут с натуры городские достопримечательности, перенося на полотно загадочность старого города и очарование зимних парков. Выставка будет работать в библиотеке на Спортивной до 29 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok